Нынешний четверг оказался по-настоящему тёплым днём. И дело вовсе не в солнечной погоде. Ведь именно 15 мая отмечается Международный день семьи. Кинотеатр «Октябрь» совместно с Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы организовали интерактивную семейно-педагогическую площадку «Семейная гавань». Все желающие могли попасть на праздник, бесплатно получить консультации и поучаствовать во всех конкурсах. Сюда приходят наши мамы с детками, наши семейные пары. Конечно же, в основном мы ориентируемся на молодые семьи, как на такой ресурс нашего государства, нашего города, поскольку работать нужно, имеются специалисты, которые будут организовывать работу в этих секциях. Дети и мамы смогли поучаствовать в работе различных секций. С интересом и малыши, и взрослые разрисовывали асфальт всеми цветами радуги. В студии «Акварельная роспись», «Моя мама – волшебница» и творческая мастерской «Чудное мгновение» ребята были увлечены своими творениями из бумаги и красок. Школьники демонстрировали свои вокальные таланты на музыкально-развлекательной площадке с песней по жизни. А на игровой секции «Веселая семейка» соревновались в разных испытаниях. Также не скучали взрослые в студии для молодоженов. Наша секция называется «Ах, это свадьба». Мы в первую очередь ориентированы на молодоженов. Непосредственно я представляю такую секцию, как работа с беременными, подготовка к родам. Я перинатальный психолог. Поэтому ждем всех, кто планирует, кто будет планировать. И будем общаться, будем разъяснять некоторые вопросы. И в таком активном режиме, в режиме вопросов-ответов проводить эту секцию. В актовом зале состоялось семейно-педагогическое ток-шоу «Путь к семье» и прошли сеансы мультфильмов и художественных кинокартин. Организаторы устроили веселый праздник для детей и родителей, который запомнился насыщенной яркой масштабной программой. Площадка была озарена радостью и счастьем. Никто из участников не остался без хорошего настроения и подарков. Юлия Зубрицкая, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин